Здравствуйте, друзья! Новый год к нам чится, и нужно успеть приготовить что-то сладкое, вкусное к праздничному столу. Сегодня мы приготовим низкокалорийный торт. Основная часть торта состоит из фруктового суфле, которое можно приготовить из любых ягод, клубники, голубики, можно приготовить из мандарин, но мы сегодня приготовим из апельсин. Для этого нам понадобятся очень простые ингредиенты, которые есть буквально в каждом доме. Это желатин, яичный белок, цельнозерновая мука, ну и несколько капель лимона. Итак, мы приступим. Сначала включаем духовку на 180 градусов. Пока она греется, тем временем мы приготовим основу для нашего торта. Для основы нашего торта нам понадобится 50 грамм цельнозерновой муки, 50 грамм эритрита, 70 грамм яичного белка. У меня пастеризованные вот в такой упаковочке. Итак, что делаем? Нужно взбить белок с эритритом. Можно это взбить ручным миксером, но я буду использовать планетарный миксер, потому что мне удобнее так. Нужно взбивать 7 минут. Это принципиально. 7 минут взбиваем эритрит и яичный белок. В пену. Итак, в дежу миксера отправляю яичный белок, эритрит и щепотку соли. Взбиваем 7 минут на максимальной скорости. Пока у нас белки взбиваются, я приготовила формочку. На дно поставила бумагу пекарскую, вырезала. Кусочек маслицы пройду по бортику. Вот так, лишнее высыпать. Вот так наши бортики присыпала немножко эритритом. Если у вас нет разъемной формы, вы можете взять любую формочку, смазать маслом сливочным, присыпать эритритом. 7 минут прошло. Теперь нужно соединить белки с мукой. Лучше всего добавлять белки к муке. Перемешиваем снизу наверх. Снизу наверх. Конечно, масса немножко опадет, но это не принципиально. Вот такая у нас получилась масса. Мы ее выкладываем в нашу формочку. Так, вот она наша формочка. А теперь приступим к самому трудоемкому процессу. Итак, нам нужно 400 грамм мякоти апельсин. У меня ушло 3 апельсина, больших таких. Вот, 400 грамм. Теперь мы это все измельчим погружным блендером. Добавим в наше пюре 25 грамм быстро растворимого желатина. Даем постоять минут 5. Сюда же отправляем 100 грамм ретрита. Ставим нашу массу на огонь. Прогреваем хорошенечко, ну, примерно 80-90 градусов, но ни в коем случае не доводим до кипения, чтобы наш желатин не потерял свои желирующие свойства. Не доводим до кипения. Прошло 20 минут, вернее, даже 22 минуты. Наш корж испекся. Вот он такой, вот, мягенький. Мы оставляем его до полного остывания. А тем временем готовим вторую часть нашего торта. Прогреваем нашу массу, не доводя до кипения. Тем самым ретрит растворится, желатин распустится. Наша масса достаточно прогрелась. Видите, выходит пар. Выключаем и переносим нашу массу в дежу миксера. Все это можно сделать и ручным миксером. Но 10 минут выдержать ручным миксером на максимальной темпальной скорости тяжело для руки. А второй отрицательный момент, это то, что у вас будет все вокруг забрызгано в нашем пюре. Мне очень удобно этим погружным, вот этим комбайном, 10 минут, это принципиально, выдержать 10 минут на максимальной скорости. Масса увеличится в объеме, превратится в пену. Обложила бортик пленкой. Если у вас нет пищевой вот такой пленки специальной, можете использовать файлики. Для стабилизации и для полного загустения помещаем торт в холодильник. Лучше всего на всю ночь оставить, а перед подачей декорировать его по своему усмотрению, по своему желанию. Вот у нас получился 700-граммовый тортик, низкокалорийный, 50 калорий на 100 грамм. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Ну а грядущий Новый год пусть принесет вам мир, процветание. Будьте все здоровы и счастливы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok